Здравствуйте всем! Сегодня мы готовим тыкву. Но тыкву не просто готовим, а варим варенье из тыквы. И варенье это должно у нас получиться. У меня всегда так получалось с цукатиками. То есть ломтики будут друг от друга отделяться, и они будут находиться в сиропе. Это варенье очень вкусно с чаем. Ну, я не знаю, вместо конфет может и не пойдёт, но с чаем прикуску прекрасно. Тыкву нужно кушать. А у меня в семье, кроме меня, кашу никто не ест. Поэтому варим варенье. Для начала нам нужно порезать тыкву. Почистить и порезать на кубики. Кубики где-то у меня получаются сантиметр на сантиметр, или полтора сантиметра, не больше. Это полкило тыквы, 400 грамм сахара и один лимон. Мы тоже лимон порезали со шкуркой. Лимон с кожурой, косточки, конечно же, выбросили. Всё. Теперь нам нужно в кастрюлю тыкву высыпать. Высыпаем. Так, туда добавляем лимон. И сахар. Всё, ложкой можем перемешать. И оставим где-то, ну, примерно, где-то так, я не засекала точно, но где-то полчаса точно, чтобы был сок, чтобы появился сок на дне. И тогда поставим уже на огонь. До встречи. Вот, посмотрите, прошло полчаса, и видите, уже тыква наша и лимончик пустили сок. Теперь мы ставим на огонь. И по 15 минут, смотрите, 15 минут покипело, выключило, остыло. Потом опять 15 минут покипело, выключило, остыло. Два раза. Достаточно будет. Два раза по 15 минут. Но только с перерывом, чтобы остывало. Варенье у нас остыло. И мы положили в гриманку. И вот оно какое получается, посмотрите. Оно не густое. В нём сиропчик вот такой. Кто не любит сиропчик, можно слить, и останутся вот такие вот. Ну, они цукатиками не назовёшь, но они не разваливаются. За счёт лимона, сама тыковка, вот она, она целенькая. И очень вкусненькая прикуск к чаю. Пожалуйста, сделайте и попробуйте. Напишите отзывы. Понравилось, вам не понравилось. Но варенье вкусное. Особенно вкусное для детей, потому что оно не пахнет тыквой. Поэтому можно деток даже обмануть. Не признаваться, что это тыква, кто не любит. Всё, всего хорошего. Заходите в гости, ставьте лайки, подписывайтесь. Нажимайте на колокольчик. Не потеряемся. До свидания.